Доброе утро. Приветствую вас на очередном заседании нашей конференции. В зале, конечно, много знакомых лиц, которые мы видели вчера. Мы будем продолжать наше обсуждение, будем говорить о том, каким образом привлечь аудиторию, как ее удержать. И наш первый доклад, Майя Линквист, которая поделится своим опытом привлечения молодежной аудитории к неигровому кино, каким образом они организуют показы документального кино. Майя, пожалуйста. Да, кстати, очень приятно вас всех видеть. Люди тут, как вижу, собрались смелые. В воскресенье такой энтузиазм. Благодарю вас за то, что пригласили меня в Петербург на этот фестиваль. Это действительно замечательно и очень интересно. Вчера у нас было замечательное заседание, великолепные дискуссии, очень интересные доклады были представлены. И я надеюсь, что мой доклад продолжит ту тему, которая обсуждалась вчера. Меня зовут Майя Линквист. Я директор кинопрокатной сети Док Лаунж. Если я буду звучать немножко с конфуженной, то это потому, что я так себя чувствую, так что вы меня извините. Мне так давно я закончила университет, получила работу в Мальме. И я хотела заниматься в своей жизни чем-то осмысленным, хотела встречаться с людьми. И я решила работать волонтером в арт-хаусном кинотеатре в Мальме. И дело это было довольно скучное. Я сидела вечерами абсолютно одна. Я хотела продавать билеты, но билеты продавать было некому. Хотите ли вы присоединяться к нам? Мы придумали новую концепцию показа документального кино. Ну, я подумала, документальное кино, ничего тут интересного, конечно, для меня нет. Но я решила попробовать. И с этого момента жизнь моя переменилась совершенно. И навсегда. Десять лет тому назад я считала, и многие из вас уже об этом говорили, что документальное кино – это скучно, это очень сухо, это то, что показывается по телевидению, это то, что может заинтересовать скорее пожилую возрастную категорию. Ну, в общем-то, это в какой-то мере отвечало тому состоянию, в котором находилось документальное кино десять лет тому назад. И человек, которому захотелось это изменить, это шведский режиссер Фредерик Бёртон, более всего известный своей серией фильмов о бананах. Фильмы были посвящены никарагуанским работникам на банановых плантациях. И режиссеру пришла в голову следующая мысль. Документальное кино – это может быть совершенно нескучно. Он основал школу документального кино и стал работать с новой аудиторией, стал стремиться привлечь молодых людей в зрительный зал. И задумался над таким вопросом, что любят делать молодые люди в России, допустим? Чего хотят молодые люди в России? Чем они любят заниматься? Пиво девочки – это все понятно. В Швеции, конечно, пиво все любят, девочек тоже, и мальчиков тоже все любят. А молодым людям нравится слушать музыку, им нравится где-то развлекаться с друзьями. Чего мы можем научиться у музыкальной индустрии? Каким образом музыкантам-то, музыкальной индустрии удается собирать аудиторию? Мы стали работать в этом направлении, стали взаимодействовать с музыкантами. И вот из этого сотрудничества с представителями музыкальной индустрии возникла эта концепция «Док-лаунж». И выяснилось, что молодые люди не то, чтобы они любят кино, но артхаусное кино, по крайней мере, считалось определенной интеллектуальной нишей, и молодым людям в этой нише было не слишком комфортно. И нам захотелось создать нишу, в которой такой комфорт был бы обеспечен. И, как многие другие, все эти обсуждения изменили мою точку зрения на документальное кино. И молодые люди приходили к нам на мероприятие с приятной атмосферой, в которой и происходило восприятие документального кино. Через 10 лет, на сегодняшний момент, наш проект действует в 19 городах, Скандинавия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания. Мы организовали показы 550 фильмов и 1200 уникальных мероприятий, индивидуальных мероприятий. 80% нашей аудитории находятся в возрастной категории младше 40 лет. Это наша основная целевая группа. В Швеции, по крайней мере. Мы функционируем как эксклюзивная платформа для запуска документального кино. И, кроме того, мы функционируем как дистрибьюторский канал в странах Скандинавии, в Дании. И мне хотелось бы обсудить некоторые факторы, задействующие успеху наших показов и те моменты, которые связаны с поиском аудитории, с формированием аудитории. Вчера задавался вопрос, есть ли аудитория у документальных фильмов, есть ли у них зритель. И ответ, конечно, положительный, но этого зрителя надо искать, к этой аудитории надо апеллировать. Существует европейская исследовательская инициатива. Было проведено исследование в Скандинавии, результаты которого показывают, что если человек один раз посмотрел документальное кино, у него вырабатывается довольно устойчивый интерес к фильмам этого типа, к этому виду искусства. Разумеется, с точки зрения технических характеристик, показ удобнее, с точки зрения звука, показы удобнее организовывать на киноплощадках, но, тем не менее, мы зачастую показываем фильмы наши в барах, в клубах, то есть в тех местах, где имеет тенденцию собираться молодежь. Вот обратите внимание, как это все происходит. Посмотрите, народ сидит, развлекается и попутно смотрит кино. Программа, конечно, это очень важный аспект нашей деятельности. Мы взаимодействуем с разными фестивалями, и, конечно, мы очень любим организовывать премьерные показы в конкретных городах. Национальные премьеры, конечно, не организуем, не можем мы это сделать. Но в отдельных городах, конечно, и это дает нашей аудитории возможность получить какой-то уникальный опыт. И большинство наших зрителей приходят, выясняют, что мы сегодня показываем. Без предварительной подготовки, без предварительного заказа. И вся наша аудитория, которая не попадает на первое наше мероприятие, на премьерное мероприятие, может впоследствии посмотреть этот фильм где-либо еще, по телевидению, в других кинотеатрах. Мы много работаем с новыми фильмами, но и стремимся к тому, чтобы охватить все разнообразие жанров, существующих в документальном кино. И занимаемся и журналистскими фильмами, и мейнстримными, и, например, фильмом Майкла Мора или музыкальное документальное кино. Например, фильм, посвященный Дженнис Джоплин. И, конечно, это интересно с той точки зрения, чтобы продемонстрировать продемонстрировать зрителю всю пеструю картину документального кино, но это интересно в плане того, чтобы привлечь самые разные группы, самую разную аудиторию. И если эта концепция цепляет нашего зрителя, они, конечно, посмотрев фильмы, единожды придут к нам посмотреть какой-то другой фильм на следующей неделе. И некоторые из наших фильмов, как я уже говорила, «Сунита», «Санданс», фильм про Дженнис Джоплин, мне давно показывали. И этой осенью мы показываем политический документальный фильм «Победитель». Мы показываем самый длинный забег. Помните тот фильм, отрывок из которого мы смотрели вчера? Будет документальное кино о использовании насекомых в кулинарии. Селекция отборка. Отбор фильмов проводится каждый сезон. Решения принимаются коллективно. Локальные наши партнеры могут что-то выбрать из той программы, которую мы составляем. Локальная программа, местная программа. Конечно, очень важна для установления контакта именно с конкретной локальной аудиторией. Мероприятия. Зачем мы ими занимаемся? Неужели мы считаем, что документальное кино недостаточно хорошо само по себе? Да, конечно, считаем. Другое дело, что мероприятие позволяет несколько расширить нашу аудиторию. И это своего рода отричь мероприятие, если хотите. Вот таким образом мы к этим мероприятиям подходим. Кого приглашать? Что мы можем им предложить? Можем ли мы пригласить какой-то местный ансамбль, который пригласят в свою очередь своих знакомых, своих друзей, членам своих семей? Ну, не знаю, допустим, мы приглашали сайлистку группы «Картиканс». Не знаю, знакома вам такая или нет. И с ней организовали абсолютно великолепное, очень крутое мероприятие, очень здорово получилось. И организуем какие-то танцевальные концерты. И все это создает великолепную атмосферу и позволяет привлекать к нам новых зрителей. В чем наша идея состоит? Еще одно мероприятие. Несколько фотографий концерт живой музыки «Ай-Вэй» отвечает на вопросы аудитории, на вопросы публики. Еще один очень важный аспект нашей работы это сотрудничество, партнерство. И разумеется, речь идет о сотрудничестве с режиссерами, с продюсерами. Многие из них очень активно участвуют в аутрич-работе и сами взаимодействуют с аудиторией. Их можно привлечь на показы фильмов, для того, чтобы организовать какое-то обсуждение. Кроме того, мы очень тесно взаимодействуем с неправительственными, некоммерческими организациями и с местными политическими деятелями, которые также образуют определенную сеть. Отношение доверия это вообще очень значимый фактор, потому что наша публика, конечно, могла бы нам доверять, но не всегда это делает, потому что не всегда нас знает, но знает своих местных политиков или представителей неправительственных организаций. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с фестивалями, с библиотеками, с другими культурными учреждениями. И, конечно, организуем иногда сюрпризы, допустим, мероприятия с шампанским в России, я знаю, такие тоже мероприятия организуются, была дегустация пива, допустим, пациента, как это, к показу документального кино. Мы также работаем с брендами, многие считают, что это не очень правильный путь, но, тем не менее, мы много работаем над брендом, над концепцией. Это содействует возникновению отношений доверия с аудиторией во всех девятнадцатых городах, в которых мы работаем. У нас очень четкая концепция разработана, есть определенные правила, которые мы пытаемся соответствовать, и таким образом наша аудитория к нам приходит, работаем. И даже если у нас недостаточный средств для того, чтобы проводить маркетинг фильма, который мы демонстрируем, мы всегда можем проводить маркетинг нашего бренда. Кроме того, инновационная деятельность, включенность, качество, очень важные факторы, и, наконец, преемственность, еще один важный момент нашей работы. Мы пытаемся делать так, чтобы наша работа не ограничивалась какими-то однократными мероприятиями, мы постоянно напоминаем о себе, мы пытаемся соблюдать определенную регулярность, периодичность в нашей работе, показываем фильмы по определенному графику, то есть, допустим, каждую пятницу. И это срабатывает, потому что люди говорят, вот сегодня пятница, пошли в док-лаунж. Ну и, наконец, большие планы, или глобальный масштаб, и это очень важно. Многие считают, давайте начнем с малого, и потом из этого вырастет что-то большое, но по моему опыту, если мы начинаем с малого, мы малым же и заканчиваем, так не надо. несколько лет тому назад мы организовывали показы в городе Лунде, вот, и меня отговаривали от этого, от того, чтобы открываться в городе Лунде, говорили, что Лунд, это очень близко от Мальме, у вас, вы ни на кого не наберете, вы не наберете себя в аудиторию, но, тем не менее этого не произошло, все было нормально, и если вы хотите расширяться, если вы хотите, чтобы ваше дело приобрело масштабный характер, то необходимо подключать масштабное и развивать масштабное мышление. Здесь необходима амбициозность, необходима определенная честолюбие, необходимы большие планы, и Док Лаунж всегда работает над тем, чтобы собрать полный зал, потому что, если наши зрители говорят, допустим, я хотел посмотреть кино, да, но билетов не было, все билеты были проданы, и это, на самом деле, создает определенную репутацию нашему проекту, подклёстывает желание посещать наши показы. И обратите внимание, это очередь на фильм, который показывал наш проект, и нам даже заинтересовалась полиция, откуда такая толпа, чем-то они занимаются, что у них происходит. и в общем, когда полиция приезжает на такие мероприятия, мы счастливы, потому что это, в общем, свидетельство успеха. Сеть Доклаунж, главный наш офис располагается в Мальме, там же мы проводим еженедельные показы, но тем не менее мы разрабатываем концепции, стратегии, дистрибуции для всей сети. И, разумеется, вступая в эту сеть, вы получаете контакты, вы получаете доступ к веб-сайту, к графическим материалам и великолепные фильмы. Самое главное – это поддержка и профессиональное развитие, которое мы предлагаем, потому что продукт-менеджеры, работающие в разных локациях, в основном люди молодые, и опыт показа у них достаточно ограниченный. Мы им обеспечиваем необходимую подготовку, каким образом организовывать мероприятия, как проводить маркетинговую деятельность, как проводить аутрич-работу и каким образом работать с вопросами интеллектуальной собственности и так далее. Мы помогаем нашим сотрудникам развиваться, реализовывать свои мечты, свои надежды, планы творческие и так далее. И, кроме того, мы даем им возможность взаимодействовать с фестивалями, что их тоже вдохновляет, несомненно. Этой осенью у нас открываются новые центры в Норвегии и на севере Швеции. Мы заинтересованы в создании качественного бренда. Это, конечно, для головного офиса довольно времяемкое мероприятие, много силы отнимает, отнимает много ресурсов. Разумеется, это все не просто открывать центры показа документального кино и организовывать показы еженедельно. Хотелось бы представить новую концепцию «Доклаунж Лайф». Мы организуем мероприятие и снимаем его. Организуем прямую трансляцию по интернету на всей территории Швеции, естественно. Сначала производится дистрибуция фильма, затем мероприятия с дискуссиями, с музыкой, со всем, что показ фильма окружает. И мы, конечно, стремимся к тому, чтобы расти как дистрибьюторская платформа и организовывать больше мероприятий, больше показывать концертов. И, конечно, на таких мероприятиях взаимодействие с аудиторией может осуществляться в режиме чата, потому что наши зрители могут по интернету какие-то сообщения посылать, комментировать что-то. Мы привлекаем также новую финансовую модель. Многие организаторы готовы вкладываться в такие мероприятия. Правда, эта модель находится на начальном этапе своего развития. Многие говорят, посмотрите, там в одном из комментариев сказано, что это мероприятие похоже на Евровидение. По-моему, комментарий комплементарный. Мы зачастую используем наши документальные фильмы как инструмент развития, как источник вдохновения в нашем сотрудничестве с конференциями и компаниями. И поскольку документальное кино действительно может открыть очень важные какие-то аспекты в тех явлениях, которым посвящено. Таким образом, мы показываем документальные фильмы на разных конференциях. Кроме того, мы собираем сейчас средства для показа документального кино в тюрьмах. Мы тесно взаимодействуем с национальной системой исполнения наказания. Вот перед нами женщина, которая принимает наркотики практически всю свою сознательную жизнь. Она сейчас отбивает заключение в тюрьме. И вот такая вот история у женщины, женщине-заключенной, которая вызывает очень много дебатов, вызывает очень много сборов относительно положения женщин-заключенных в Швеции. Теперь тенденция. Об этом мы очень много говорили. Каковы тенденции, что несет нам будущее? Конечно, точно мы это предсказать, спрогнозировать не можем. Но, тем не менее, необходимо понимать, где мы находимся и чего мы хотим, когда мы хотим этого добиться. И мне кажется, что вот платформы большую роль могут сыграть в распространении документального кино. Правда, здесь необходима определенная аккурация, потому что контент сейчас очень объемный. Есть из чего выбрать. В этом многообразии довольно трудно бывает разобраться, сориентироваться. И нам необходимо выходить в систему онлайн-сервисов. И поскольку этот канал становится все более и более важным для того, чтобы обеспечить, так сказать, свое присутствие в жизни аудитория. Проблемы. С какими проблемами мы сталкиваемся? Конечно, проблем много, все очень дорого, фонды изыскать довольно сложно. И, как вчера говорилось, что денег крутится довольно много, деньги есть, но нужно понять, как получить к ним доступ. И, конечно, бывают проблемы территориального характера, и есть проблемы с правами, что местами осложняет нашу работу. И, конечно, ситуация постоянно меняется. Да, есть телевидение, есть кинотеатры, есть фуд-платформы. И надо координировать наши усилия в этих трех направлениях. Я думаю, что эти вопросы можно обсуждать и обсуждать, но я здесь, я с большим удовольствием послушаю ваши комментарии. Если у вас есть какие-то сходные инициативы в России, если у вас есть какие-то идеи или вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Вот мой электронный адрес, адрес моего сайта. И спасибо большое за внимание. Майя, спасибо вам большое за это великолепное сообщение. Я хотела вас спросить, может быть, вы нам расскажете о модели финансирования. Насколько я понимаю, вы получаете какое-то государственное финансирование, и это для вас очень важно. Но вы также работаете и со спонсорами. Расскажите немного об этом. Да, конечно, мы получаем государственное финансирование. Деньги приходят и на муниципальном уровне. Осуществует огромное количество фондов, которые осуществляют финансирование в Швеции. Но треть денег, треть прибыли приходит из продажи билетов. То есть мы выживаем и за счет государственного финансирования, и локального финансирования, как и другие северные страны. Я очень надеюсь, что наша концепция Dog Lounge, те шаги, которые мы предпринимаем для продажи большего количества билетов, принесет еще больше денег. Мы бы хотели, чтобы у нас были частные спонсоры, но дело в том, что культура Швеции не предполагает спонсорство. И, как правило, если спонсоры находятся, они предпочитают какие-то огромные, важные мероприятия. Поэтому для нас это небольшая проблема – поиск спонсоров. Вы говорили, что собираетесь проводить сессии в живом режиме. В этом плане, как вы собираетесь координировать работы с другими странами, с другими северными странами? Мы пока еще не знаем. Мы начали работать в Швеции, мы находимся в Швеции, наш рынок шведский. Поэтому посмотрим, как у нас дела пойдут в Швеции, а потом подумаем об остальном. Конечно, хотелось бы работать в других странах. В Англии, например. Может быть, будем работать в Финляндии, в Дании. Вы вчера упомянули киноклубы. Было ли что-то в докладе, что вдохновило вас на дальнейшую работу? Вдохновило, да? Я пока просто не понимаю, как это практически может быть применено у нас. Я, на самом деле, в течение всей конференции думаю, как изменить, как сделать какой-то прорыв в этом плане, улучшить нашу киноклубную работу. Но вот, видимо, по итогам конференции у меня возникнет какое-то ощущение. Сейчас пока не готова. Да, конечно. Конечно, и всегда нужны деньги. Деньги всегда тяжело найти. У нас такая же проблема. Мы знаем киноклубы, у которых никакой поддержки нет. Все выживает на волонтерстве. Но они просто очень много, мало тратят. То есть они, например, закупают свечи для показа, примерно. При этом удается создать аудиторию, созвать публику, по крайней мере, у себя в маленьких городках. То есть все дело не только в деньгах, не только во времени, который вы вкладываете, но также в страсти, которую вы показываете. Как вы создаете мероприятия, как вы приглашаете людей. Ну, например, очень часто мы приглашаем знаменитостей. И знаменитостей мы не платим. Мы просто просим их, поддержите нас, пожалуйста. Они приходят, споют песню, покажут что-нибудь. Но главное – это энтузиазм. Конечно, они тратят свое время, но при этом денег это никаких не стоит. Есть ли еще какие-то комментарии? Большое спасибо за замечательную презентацию. Насколько вам приходится идти на компромисс, когда вы создаете свои программы? То есть вы, когда вы что-то создаете, когда вы создаете своего зрителя, когда вы приглашаете зрителя, как вы рассказываете о фильмах, что вы делаете, какие у вас проблемы? На компромиссы мы никакие не идем, когда выбираем фильмы. Конечно, я задумываюсь о программе. Я искренне, мне очень нравятся все фильмы, которые я включаю в программу. У нас образовалась уже своего рода ниша. Мне очень нравится весь жанр документального кино. Для меня главная задача – это привлечь новую аудиторию, новых зрителей, показать им, что документальные фильмы могут быть интересны, захватывающи. Конечно, можно прокомментировать, какой прекрасный, с художественной точки зрения, документальный фильм самый замечательный в мире. Или, можно сказать, какой прекрасный фильм, как раз попадает в нашу нишу. Но мне нравятся все фильмы, которые я показываю. Для меня главное – это качество фильма, которые я показываю, и все. Всегда это проблема – выбрать фильмы. Как, например, фильм из Южной Кореи. Мне понравился, но вот не знаю, понравится ли он зрителю, как пример. Мне как-то раз понравился такой фильм, но я поняла, что зритель не пойдет. И тут я узнала, что у нас в городке находятся студенты из Южной Кореи, которые мне сказали, нам нравится этот фильм, мы знаем его. Они пришли на показ, а за нами потянулись и другие члены Южно-Корейского сообщества. В итоге у меня было 100 человек на показе, на фильме, который мне понравился. То есть всегда нужно найти нужную аудиторию, когда вы показываете фильм. Если вам фильм понравился, показываете. Вы говорите, что каждый вторник показываете фильм, не так ли? То есть каждую неделю вы работаете над новой компанией, если можно так сказать. То есть создаете под ключ компанию для каждого фильма. То есть вы работаете со зрителем специально для каждого фильма. Да, конечно, как Стина вчера уже говорила, невозможно, например, три года потратить на один фильм. Хотя, конечно, начинать работу нужно заранее. Если бы мы не продвигали наш бренд, то нам бы не удалось найти зрителя в любом случае для фильмов. А мы заинтересованы в том, чтобы люди приходили на наши показы и возвращались снова и снова. И люди возвращаются, потому что им нравится наша концепция. Даже если у нас вот фильм, например, один раз покажем о человеке, который сам себя взорвал, например, в Сирии. Не самая интересная тема, но люди все равно возвращаются, потому что им нравится наша концепция. Есть ли еще какие-то комментарии, может быть, вопросы из зала? Я вчера подумала, что это вы говорили о показе в фильмах в ночном клубе. По-моему, прекрасная идея. Замечательная идея для документального кино. Вы вчера говорили о показе документального кино в ночном клубе. И вот это очень понравилось, как идея. Наверное, это совершенно замечательно и как-то перекликается с докладом, который сейчас был сделан. Как вы полагаете? Да, на самом деле, я рассказал об этом эксперименте, о том, что... Ну, вчера я говорил о том, что он был абсолютно финансово провален, да, и не получил никакого отклика среди зрителей. Но на самом деле, действительно, это очень хорошая история. Я послушал, я немножечко опоздал на вашу лекцию, к сожалению, простите меня, но услышал то, о чем вы говорили. На самом деле, вот именно в вашем проявлении, в вашем мероприятии, да, вот это симбиоз музыки и кинематографа, да, он как бы присутствует. То есть как перформанс, как ивент. И вчера тоже поднималось, не помню, каким мы спикером было, поднят вопрос о том, что очень часто мы оглядываемся на другие индустрии. Например, на музыкальную индустрию, еще какую-то индустрию, еще индустрию. Ведь на самом деле, по моему личному мнению, здесь там много всяких доводов среди кинематографистов, теоретиков, практиков, но по факту мы боремся за глаза. То есть и кино, как аудиовизуальное искусство, оно также борется за глаза и с театром, и с цирком, и с художественными фильмами, документальные фильмы. То есть, в принципе, по большому счету мы боремся за глаза, а после этого мы уже боремся за сознание. И история показа в ночных клубах, она сводится как раз-таки к тому, что помимо самого мероприятия кинопоказа присутствует некая подготовительная часть. То, что называется разогрем, когда вы действительно приглашаете артистов, вы приглашаете, может быть, каких-то спикеров. Если это абсолютно артхаусный проект, то приходят поэты, еще кто-то, еще кто-то. То есть люди, которые хотят выразиться. И, в принципе, если это делается грамотно, то подогревают интерес к вашей картине и помогают вам раскрыть саму картину. Потому что если в художественных фильмах мы... Мое личное мнение и мнение многих профессионалов о том, что на самом деле, может, о художественном фильме не стоит лишний раз говорить, потому что художественный фильм хорош тогда, когда он все сказал. В принципе, дальше вы можете пойти, обсудить это с женой, с друзьями или еще с кем-то. А документальные фильмы, фильмы артхаусного порядка, они, соответственно, располагают к дискуссии. И в данном случае, действительно, это очень хороший эксперимент, очень правильный эксперимент. А ведь, опять же, сопровождение музыкальное, когда мы имеем какое-то музыкальное сопровождение, это, в первую очередь, дает нам настроение того, чего мы будем смотреть. То есть, если вы это сделали правильно, да, вот вы, соответственно, пригласили инструментальный квартет, например, и создали настроение к самому показу, это будет очень грамотно и тонко подведет самого зрителя к тому, что мы увидим. Но, опять же, на тему самого эксперимента, самого опыта, да, действительно, это не стоит делать абы как. Это очень важно, потому что, когда вы делаете это абы как, у вас, самое главное, не получается ни одно, ни второе, и самой химии, которая должна произойти в результате соединения данных двух моментов, ее не происходит. А вот это очень важно. Поэтому, если вы решили это сделать, это нужно делать, но не нужно считать вообще всегда, что все упирается в деньги. По моему личному мнению, все упирается в людей. Потому что играют на инструментах люди, показывают это люди и организовывают в первую очередь это люди. И, соответственно, как бы также эти сами люди могут, проводя маркетинговую стратегию, ну, в маленьких городах маркетинг – это слишком громкое слово, наверное, просто огласка о самом мероприятии. Да, тем самым вы можете формировать именно зрительский контингент, который придет. То есть сложно пригласить, например, каких-то фанатов танцевальной музыки, которые ходят в ночной клубе на рейвы, на танцевальную музыку, и пригласить их смотреть документалистику о чем-то другом, то есть о мире, в котором они к ней живут. Безусловно, будет здорово, если они придут и посмотрят, но, тем не менее, основной костяк у вас должен составлять те люди, которые увидят то, что вы хотите показать и донесут это до сторонней публики, которая, возможно, также, может быть, случайно зайдет на ваше мероприятие. Но об этом нужно думать заранее, и достаточно может получиться, если об этом задумываться, да, наверное, вот так. Да, полностью согласна. И вы совершенно правы. Главное – это люди. Все сводится к человеческому фактору. Мы всегда работаем с людьми, мы разговариваем с людьми, мы зовем людей на свой показ, как приглашаем к себе домой в гости. Я просто хотел сказать, что я работал в Казахстане какой-то период и… Да, сейчас, секунду, я что-то говорю. Я работал какой-то период в Казахстане именно по направлению документального кино, и там познакомился с человеком, который с кинопроектором и с группой таких артистов ездит по степям, по деревням, устраивает такие полудеревенские концерты, и эти концерты завлекают людей сначала на концерт, а потом он устраивает показ кинофильма. И когда я его спросил, ну почему, откуда вы вообще взяли такую концепцию, да, продвижения кинематографа, это неважно, это и документальное кино, он показывает старые фильмы с кинопленки, какой-то возит 16 мм кинопроектор, или простой, или есть какие-то. Но он сказал, что такое раньше было в советском кинематографе, в советском кинотеатре, когда перед показом фильма был какой-то концерт, было какое-то выступление, после чего шли сюжеты документальные, а потом шел непосредственно игровой фильм. Просто, может быть, мы, кто занимается кинематографом, именно продвижением его, дистрибьюцией и так далее, просто мы не продвигаем вот эту программу саму, которая уже была когда-то использована в советском кино, то есть это воспитание. Мы не воспитаны смотреть документальное кино абсолютно, то есть мы не воспринимаем документальное кино в кинотеатре, как-то в зале, это для нас какое-то телевидение или интернет. И просто я думаю, что нам нужно воспитать именно вкус к документальному кино, это просто нужно время, я просто благодарю вам, что вы этим занимаетесь, спасибо большое. Я думаю, что все получится, спасибо вам. Есть у кого учиться, и мы русские люди, мы всегда так или иначе что-то перенимаем у Европы, я думаю, что и тут мы научимся вот эту вот практику перенимать в свое, так сказать, в свои показы, в своего кино. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Прекрасно. Возвращаемся к истокам, к старым традициям. Выезжаем с села, в деревни и показываем, устраиваем показы. И главное, это большая концепция. Может быть, есть еще какие-то комментарии? Или закончим на этой положительной ноте? Большое спасибо, моя прекрасная презентация. Не понимаю, почему только два города в Дании, Майя, охвачены вашей программой, только два города? А мы что, не так прекрасны, не так круты для других городов? Ладно, готовимся для другого докладчика. Вот, как истокам. Ладно. Ладно.